Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова признан лучшим в Таманской дивизии. На прошлой неделе глава города Сергей Сергеев вынес ряд замечаний по поводу разрытий на улице Парковой в районе 4-й школы. Застройщик и подрядчик, объединив усилия, выполнили поручения мэра и привели улицу в порядок. Результат работы ценила и наша съемочная группа. Еще недавно состояние улицы Парковой в районе 4-й школы оставляло желать лучшего. Асфальтовое покрытие было нарушено. Вдоль дороги тянулось разбитая колея и многочисленные ямы, что затрудняло движение и портило внешний облик курорта. Тогда мэр города жестко поставил задачу перед застройщиком привести улицу в порядок. И вот этот участок дороги приобрел совершенно новый вид. Асфальтовое покрытие приведено в соответствующие нормы. Перед 1 сентября эта школа решили заасфальтировать полностью, облагородить полностью весь асфальт перед школой, перед въездом, чтобы 1 сентября дети пошли по новому асфальту, по ровной дорожке. Все работы по восстановлению дорожного покрытия были проведены за счет застройщика. Более сотни метров нового асфальта закрыли штробы, в которых заложены новые коммуникации для водоснабжения города. Здесь мы проводим работы по закольцовке двух больших водоводов. Это 400 по улице Гребенской и 400 по Анапскому шоссе. Протяженность закольцовки составляет 2 километра 200 метров. Глава приезжал к нам сюда на Парковую. Дело в том, что впереди 1 сентября. И он жестко нам поставил условия по поводу того, как дети будут добираться до школы. Естественно, критика главы воспринята правильно. Действительно, немножко была затяжка с восстановлением асфальтобетонного покрытия. В настоящее время один квартал полностью уже заасфальтирован. Дальше продолжаются работы. И думаем, что к 1 сентября дети спокойно будут учиться в школе номер 4. В течение четырех дней застройщик обещал завершить все работы. На перекрестке заканчивается монтаж канализационного коллектора. К 1 сентября этот отрезок улицы заработает в полную силу. Жители улицы уже по достоинству оценили новую дорогу и введение в эксплуатацию водовода, который обеспечит водой. Но, получив решение одной проблемы, у жителей уже назревает новое. Как заверил застройщик, вопрос с лежачим полицейским будет решаться после согласования всех нюансов с ГИПДД. Также после окончания всех работ будут приведены в порядок дорожная разметка, переходы и парковочные места в соответствии со всеми нормами и требованиями дорожного движения. Организация безопасности во время Дня знаний, борьба с амброзией и, самое главное, заполняемость бюджета курорта – тема сегодняшнего аппаратного совещания в администрации города. Управлению имущественных отношений необходимо усилить работу с должниками по земельному налогу и платежам за аренду имущества. Первый заместитель главы города курорта Анжелика Бузунова акцентировала на этом внимание специалистов управления имущественных отношений. Я вам напоминаю, что основная функция управления имуществом и постановление готова. Обеспечить бюджет налога за землю и за аренду земли, помещение и аренду земли. Эту работу на контроль – ежедневный отчет, сколько предпринимателей, хозяйственных субъектов вы обзвонили, кому вы сходили, сколько облачено на сегодняшний день. Ежедневно такие отчеты. Это сейчас задача номер один – пополнение бюджета. Заместитель главы города Владимир Забураев подчеркнул, что на транспортных предприятиях, железнодорожном вокзале и в аэропорту необходимо постоянно поддерживать санитарный порядок. А на это, я имею в виду, работа, благоустройство, чтобы так мусора не было, чтобы чистота была, чтобы люди могли отдыхать. Это наша визитная карточка. Волокита с оформлением документов на строительство новых спортивных объектов – недопустимо, подчеркнул заместитель главы Сергей Козлов, обращаясь к главному архитектору города. Вы на месяц затормозили процесс оформления документации. Ладно, управление в общественных отношениях, там молодцы, все правильно сделали, уже постановление, но параллельно должно быть вопрос идти и проектирование. Так нет, забывайте. То же самое, обмалчивайтесь. То же самое, документацию послали с недоставками по стадиону. Оформили, говорят, нормально, приняли в министерство документации. Теперь дальше. Вот срок вам. Мы опять в пятницу заседание проводим, рабочие встречи проводим. Не дай бог вы мне ответите, кто-то из вас нет. Понятно? Если документы не будут готовы до 1 сентября, подчеркнула Анжелика Бузунова. Личную персональную ответственность будут внести руководители этих управлений. Не кто-то там исполнитель, а именно руководители управления. Пожалуйста, контролируйте своих сотрудников, что они у вас делали. В управлении сельского хозяйства фермерам готовы помочь правильно оформить документы на получение государственной субсидии. Причем Анапе на эти цели выделена значительная сумма – свыше 20 миллионов рублей. Однако обращений за консультациями – нет. Видимо, люди просто не знают, какую серьезную помощь в развитии хозяйства им может оказать государство. И главы сельских округов не подсказывают фермерам на своих территориях о возможностях развития с помощью субсидий. Но это вообще-то недопустимо. Это преступление, понимаете? Если вы не будете содействовать своим гражданам, которые у вас на территории сельского округа, получали эти субсидии. Это развитие предприятий, развитие рабочих местах. Пусть они сами работают, да, там, может, кого-то одного, двух работников наймут, а может, они наймут сами будут, да. Но те люди не придут к вам и не скажут, что дай мне денег, мне там, жить не надо, что или детей. Они готовы сами работать. Почему мы не хотим вам помочь? Мы обязаны это сделать. Это наша работа. Управление сельского хозяйства продолжает фитосанитарный мониторинг муниципалитета на предмет произрастания амброзии. Для руководителей управления и отделов администрации, а также глав сельских округов, прозвучало поручение выявлять очаги опасного растения и уничтожать, а также накладывать штрафы на тех, кто допустил рост карантинного сорняка. Муниципальному контролю необходимо переговорить со всеми застройщиками, чтобы до пятницы они приняли меры по уничтожению амброзии вокруг своих объектов. Одно из главных политических событий года – выборы депутатов в Государственную Думу, которые пройдут 18 сентября. Об особенностях этой избирательной кампании мы узнали у председателя Анапской территориальной комиссии. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации избирается 450 депутатов. 225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным избирательным округам, 225 депутатов избираются по Федеральному избирательному округу, пропорционально голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственную Думу. На территории Краснодарского края сформировано 8 одномандатных округов. Анапа входит в Славянский одномандатный избирательный округ номер 48. Кроме города-курорта Анапа в 48-й избирательный округ входит еще 4 муниципальных образования – Абинский, Славянский, Крымский и Темрюкский районы. Количество избирателей в нашем одномандатном округе составляет 481 902 человека. Из них на территории города-курорта Анапа проживает 133 тысячи человек. Следует сказать, что по Славянскому одномандатному округу зарегистрировано 10 кандидатов. Обращаю ваше внимание, что досрочного голосования на этих выборах нет, но есть возможность проголосовать по открепительным удостоверениям. В случае предполагаемого отсутствия на территории, где вы зарегистрированы, включены в список избирателей по месту жительства, вы можете получить открепительные удостоверения в территориальной избирательной комиссии Анапская до 6 сентября включительно, а с 7 по 17 сентября в участковой избирательной комиссии. 18 сентября с 8.00 гостеприимно распахнут в свои двери 70 избирательных участков. Работу участковых избирательных комиссий организует 886 человек. Призываю всех избирателей муниципального образования города-курорт Анапа 18 сентября проявить свою активную гражданскую позицию, принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Анапские казаки заняли первое место по итогам сборов 1-й Таманской казачьей дивизии. В этом году спектр дисциплин был значительно расширен. Добавились артиллерийская подготовка, минно-взрывное дело и другие боевые дисциплины. Подробности у Александра Ребекко. Хорошо, хорошо, давай, 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 давай. Полоса препятствий, физическая и строевая подготовка, ночные подъемы по тревоге. Для казаков-таманцев это уже не в новинку. В этом году, помимо обычных составляющих любых военных сборов, их участники начали знакомство с более узкими военными дисциплинами – разведкой, минно-взрывным делом, химической защитой, артиллерийскими науками. Нам много прибавили во всех дисциплинах. Каждый год мы улучшаем свои результаты в боевой подготовке. Сейчас хотелось бы нам, чтобы наши подразделения были более подготовлены в боевом плане. И мы стремимся к этому. Мы сейчас подготавливаем артиллеристов, мы подготавливаем снайперов. Испокон веков казаки занимались, допустим, сельским хозяйством. По первому зову атамана мы брали оружие и шли защищать свое отечество. Сборы проходили под Абинском в историческом месте, где на протяжении веков располагались казачьи станы. В новейшей истории около четверти века назад таманские казаки одними из первых на Кубани и в стране начали создавать вертикаль управления. Таманцы помогали ликвидировать последствия наводнения в Крымске, участвовали в охране объектов во время Сочинской Олимпиады, выполняли государственные задачи. На сегодня таманский отдел и первая таманская казачья дивизия в войске – самое слаженное и самое управляемое соединение. Огромное всем спасибо. У таманцев и у кубанского казачьего войска есть будущее. С нами очень много молодежи. Уверен, что казаки-таманцы при необходимости всегда защитят великую матушку Россию. По итогам военно-полевых сборов анапские казаки уже в третий раз подряд признаны лучшими. В полку говорят, что боевое искусство здесь шлифуют ежедневно, поэтому из итогов делаются выводы и фактически с окончанием одних сборов начинается подготовка к следующим. А мое сердце, бедное, ты пташка, пожалей, ох, легкокрылая, слетай к милашке поскори и передай ей мой привет на ласку. Цветофор у Южного рынка заработают уже к концу этой недели. Об этом нам сообщили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. Отслуживший свой автоматический регулировщик движения на перекрестке улиц Лермонтово и Астраханской заменят на современный светодиодный. Сегодня здесь уже ведутся активные работы по монтажу. Это стало возможным благодаря городской программе модернизации. Этот светофор у нас был доисторический, еще ламповый. Выработал уже срок своей службы, наверное, раз в 10 больше, чем мог. Поэтому у нас на мероприятии была модернизация светофорных объектов. Мы отыграли конкурс, выбрали подрядчика на установку нового светофорного объекта современного. Подрядчик в соответствии с условиями контракта приступил к работе. В кратчайшие сроки этот светофор будет установлен. Информация о погоде. По прогнозам синоптиков на Кубани, аномально теплая погода продержится всю неделю. В некоторых районах края температура воздуха будет достигать 37 градусов. Однако на Анапское побережье, наоборот, идет прохлада. По информации морской гидрометеорологической станции Анапа, циклон будет малоподвижен. Температура воздуха до 27 градусов. Местами ливни и грозы. Но теплые деньки еще будут. Со следующей недели столбик термометра вновь поползет вверх. Циклон отступит. Сентябрь также обещает быть теплым, но не жарким, по всем правилам бархатного сезона. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин